Секрет самого лучшего бойца заключается в том, что его просто до сих пор никто не убил. И если Лукашенко выкручивался, если ему везло, скажем так, то это не значит, что это будет всегда. Но что касается, вот как вы говорите, что почему ему удавалось, вроде бы совершенно как бы без козырей, но на самом деле не совсем без козырей, потому что, понимаете, вот как бы с одной стороны ситуация россиян по большому счету, ну по такому очень большому счету, она в общем-то устраивает. То есть понятно, Лукашенко может в чем-то спорить, может как бы что-то перечить, что-то как бы делать не совсем так. Но если вот брать как бы институционально, то он делает все, что им нужно. И вот в этом смысле, знаете, можно провести такое сравнение, что вот Россия, что называется, насиловала Украину и продолжает насиловать. Ради чего? Чтобы Украина вступила в Евразийский союз. Так Беларусь уже в Евразийском союзе. То есть из Украины хотели сделать Беларусь, так Беларусь уже Беларусь. И в этом смысле чего хотеть там? Присоединить шестью губерниями? Ну это не факт, что это надо. Вот. Так все-таки как бы обязанности кормить эту территорию не лежат непосредственно на плечах Кремля. Потом, вы знаете, ну вот как бы есть вопрос альтернативы. Если бы вот, я думаю, была там какая-то явная альтернатива, вот там какой-нибудь генерал Иванов там или отставной министр, за которым, да, так сказать, вся Беларусь шла. Ну тогда, да, тогда возможно бы, так сказать, было. А так, ну вот, ну как бы хорошо, мы уберем Лукашенко. И что дальше? Из чего следует, что ситуация для них, исходя из их там имперских каких угодно интересов, она будет лучше? Это привычно, это, я еще раз повторяю, по основным позициям это их устраивает. Ну а то, что он немножко капризничает, ну в конце концов, знаете, в России тоже есть разные губернаторы. В России есть Кадыров. Вот я думаю, что и тут есть известная аналогия. А почему Путин не снимет Кадырова? Причем если Лукашенко, ну все-таки глава иностранной державы, так сказать, как-никак. Вот, типа народом избранный, скажем так, другим, то тут он просто назначен. Возьми лист бумажки, напиши. Кадырова уволят с всего числа, он этого не делает. Вот я думаю, примерно такие же аргументы. А что будет потом? А вообще, а чем он плох? Вот эти две позиции, они имеют место быть как в отношении Кадырова, так в отношении Лукашенко. И поэтому всякого рода, так сказать, капризы, шаг вперед-два назад, вот, ну это все, в общем, терпится, возможно, через мат, через, вот, наверное, такой всякой. Ну, в конце концов, ну, в общем-то, наш человек. Вот. Какие-то, я думаю, так сказать, ходы, возможности даже используются, скажем, возможно, это некий канал коммуникации с той же Украиной, вот, площадка, так сказать, переговорная, но, в общем, контролируемая, понятно. Так что, я думаю, что, вот, если поставить себя на место, как бы, Путина, я не знаю, и вот подбивать баланс, то, в общем-то, баланс в пользу Александра Григорьевича. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова